здравствуйте уважаемые любители рукоделия и бисероплетения это канал мелодия бисера меня зовут наталья мазаян и сегодня мы с вами будем плести люпины такие у нас таких интересных расцветок с любезного позволения автора светланы макаровой мы сняли это видео ссылка на страничку автора мы оставим под видео заходите на страничку там много интересных мастер-классов и красивых работ а мы с вами рассмотрим какие же материалы нужны для плетения этих прекрасных цветов и так бисер проволока проволока дополнительные материалы инструменты и сейчас мы остановимся на всех инструментах и материалах поподробнее для люпинов которые я уже сплела мне понадобился бисер керамический розовый бисер керамический такого светло-сиреневого оттенка это вот на этот люпин сейчас говорю про цветные составляющие для люпина который у нас был вот такой вот с белым эти оттенки для люпина сиреневого с белым нам понадобился соответственно белый керамический бисер я использовала не блестящий и темный фиолетовый бисер такой вот по расходу сейчас скажу на макушке всех люпинов я использовала такой вот зеленый такой светлый нежный салатный оттенок и люпин который мы сейчас с вами будем плести он будет вот из таких двух оттенков нежно-сиреневый и фиолетовый по расходу бисера светлого оттенка бисера нужно примерно 40 грамм это цвет который пойдет вот эти вот цветочки и более темного оттенка из них будем плести лепестки большего размера его понадобится практически 50 грамм там остается буквально капельку капельку салатного бисера нужно примерно около 10 грамм на один люпин все говорю пропорции также нам понадобится бисер для листьев у меня это микс проверяющих зеленых оттенков и я немножко добавила еще контрастного бисера просто чтобы листики чуть-чуть заиграли этого бисера нам понадобится примерно 40-50 грамм в зависимости от того какое количество листьев на каждый вы будете плести также нам понадобится проволока серебряная 0,3 миллиметра фиолетовая 0,3 миллиметра я еще приобрела в мелодии бисера но не использовала могла подойти вот розовая под эти цветочки и тоже если была бы светлая зелененькая проволока было бы идеально но у меня не было поэтому эти зеленые элементы я плела на проволоке серебряный 0,3 миллиметра обратите внимание что проволока должна быть мягкая и гибкая жесткая проволока не подойдет потому что все равно даже 0,3 миллиметра она бывает разной мягкости поскольку нам каждый лепесток нужно будет согнуть то желательно чтобы проволока у вас была гибкая податливая чтобы она не вставала колом когда вы будете сгибать лепестки эта проволока нам нужна для соцветия люпина также для листьев нам нужна проволока 0,5 миллиметров для самих листьев для плетения непосредственно листьев и 0,2-0,25 миллиметра проволока тоненькая для прошивки листочков все эти листочки необходимо прошить поскольку они достаточно длинные без прошивки они очень некрасиво топорщатся это по листьям также нам понадобятся нитки для обмотки я выбрала нитки в цвет этого зеленого бисера но так как цвет листьев отличается мне понадобится еще витражная краска цвет бисера листьев отличается от нитки обмотки и также я всегда использую клей для декупажа для укрепления листочков и прокраски самого стволика также мы должны подготовить кусачки пинцет чтобы управлять цветочки когда мы будем собирать соцветия люпина рулетка и кисточка для клея также для сборки люпина и листиков люпина нам понадобятся стержни у меня это стержни толщиной 1 миллиметр и 1,6 миллиметра так приступим первые листья которые мы плетем это листья которые располагаются на макушке два маленьких листочка хотела кстати у вас спросить попросить вас оставить комментарии под видео насколько удобно то что я вот на листочке на отдельном записываю комментарии как чего плести удобно на слух воспринимать или когда есть такая небольшая шпаргалка это тоже удобно это вам нравится если нравится я буду продолжать если нет тогда мы не будем тратить на это время в наших видео прошу вас оставьте ваше мнение итак самый маленький листик номер один у него ось две бисерины и две дуги плетем острый вверх и острый низ таких листиков нужно сплести две штуки приступаем приступаем две бисеринки на ось плетем в технике французского плетения делаем скрутку проволока у меня 0 3 миллиметра очень гибкая очень мягкая но для люпина как раз таки нагрузки она не несет путем острый вверх нагрузки не несет поэтому отлично как раз подходит все листики будем приматывать острый вверх острый низ плетем к сожалению у нас очень пасмурно даже с дополнительным освещением все равно снимать видео достаточно темно так вот такой листик у нас получается заканчиваем лепесточек маленький делаем пару оборотов проволоки вплотную вот так и тут же эту проволоку обрезаем вот такой лепесток у нас получился обрезаем проволоку внизу разрезаем и делаем наверху как обычно закрепляем проволоку вот такой листик и можно сразу же придать ему форму для этого мы берем любой удобный инструмент который у вас есть под рукой у меня это тоненькая тоненькая кисточка и вот мы вот так вот прижимаем листик и вот придаем ему такую форму немножко расходится тут оси поэтому как раз таки если цвет проволоки совпадает с цветом бисера это было бы гораздо лучше вот такой листик мы сплели их нужно сплести две штучки они уже готовы приступаем к следующему листику лепесточку это лепесточек номер два ось у него одна бисерина три дуги острый верх острый низ сплести мы должны 6 штук плетем точно так же работа очень мелкая кропотливая мне честно говоря плетение лепина далось достаточно тяжело я еще растянулась во времени достаточно долго по различным обстоятельствам я его не могла сплести все время отвлекалась мне показалось что я плела его очень очень долго для меня это казалось сложным цветком именно за множество мелких элементов но то как получается я очень довольна я считаю что он просто очень красивый цветок действительно очень сильно похож на настоящий мне очень понравился так мы продолжаем у нас ось одна бисеринка мы плетем острый верх и острый низ и всего у нас получается три дуги и таких лепесточков мы сплетем шесть штук я соответственно вам показываю на примере одного лепестка подборку цветов конечно же вы можете согласно своей фантазии смотреть множество разных люпинов очень красивых вдохновляйтесь выбирайте свою цветовую гамму но верхние лепесточки они как нераспустившаяся зелень почти всегда будут одного из светлых зеленых оттенков вот мы сплели второй листик точно так же обрезаем проволоку верхнюю ось загибаем и обрезаем и так же как на предыдущих лепестках мы придаем этому лепестку форму вокруг тоненькой кисточки причем удобно что вначале чтоб по осени расходились мы делаем на более толстой части а потом на более тонкой уже его окончательно сгибаем лепесточек готов таких лепесточков нам нужно шесть штук вот они у нас готовы следующие лепестки которые мы плетем это лепесток точно такого же размера как и предыдущий номер три ось одна бисерина три дуги острый верх острый низ плетем мы его их десять штук но отличие от предыдущих лепесточков в том что я пишу цветной окантовкой мы берем точно так же наш светлый бисер точно так же вначале начинаем плести первые две дуги так же как мы плели предыдущий листик выполняем две дуги французской техники плетения с острым верхом и острым низом все точно так же одна дуга вторая дуга и вот теперь когда мы спилили две дуги третью мы должны сделать цветную поэтому я отмеряю примерное количество проволоки ну тут совсем чуть-чуть нужно примерно так вот прикидываем вот этого нам хватит обрезаю проволоку так сейчас беру бисер того цвета которым я планировала делать эти лепестки вот таким добираю его на проволоку вот аккуратненько и набранным бисером выполняю третий ряд точно так же с острым верхом и закрепляю проволоку точно так же обрезаю лишнюю проволоку и закрепляю верхнюю ось тоже загнув и обрезав проволоку и точно так же передаю форму этому лепестку я вам рекомендую перед тем как плести много лепестков попробовать сплести пробной на той проволоке которую вы выбрали и посмотреть насколько хорошо проволока сгибается но при этом она также все равно должна держать форму не расползаться у вас поэтому перед тем как плести вот именно все количество лепесточков обязательно проверьте насколько подходит проволока именно для этих целей и таких лепестков нам нужно сплести 10 штук вот частично я уже придала форму пару лепесточков тоже нет формы еще вот сейчас мы с вами придадим им форму на кисточке вот они такие полукруглые получаются 10 штучек мы сплели на этом работа с зеленым бисером у нас заканчивается теперь мы переходим к плетению цветных лепестков у меня это нежный сиреневый цвет и мы должны сплести лепестки следующего размера и количества это лепесток номер 4 вид лепестка номер 4 ось также одна бисерина 3 дуги и обращаю внимание что они должны быть цветные острый верх также и острый низ и сплести мы должны тоже 10 штучек сплетем точно так же в принципе основная именно трудоемкость лепина в том что нужно сплести много-много знаковых элементов нет разнообразия из-за этого может немножко надоесть стать неинтересным но сборка все окупает когда видишь это множество лепесточков получается такой прекрасный цветок понимаешь что все старания не напрасны хотя сам процесс он такой длительный для меня плетем цветной лепесток вот такой получается закрепляем проволоку почему я рекомендую обрезать проволоку прямо под основанием лепесточка чтобы не оставалось лишних хвостиков чтобы при сборке лишний раз не утолщать ствол цветка который вы собираете неважно люпин это или другой какой-то цветок лишняя проволока придает красивые изгибы при сборке поэтому вот такая простая прямая проволока под лепестком у вас должна оставаться никаких перекрутов ничего этих пар оборотов под лепестком вполне достаточно чтобы закрепить проволоку и чтобы работа не распустилась придаем также форму этому лепестку все то же самое тоже его делаем таким такой вот формы 10 штучек мы таких лепестков сплели вот они у нас тоже готовы для работы эти лепесточки и теперь мы приступаем к плетению уже вот этих вот цветных лепестков двухцветных сразу напишу про оба лепестка я назвала для себя эти лепестки основными это была макушка два вида лепестков первый лепесток это ось одна бисерина четыре дуги это будет круглый верх и круглый верх и круглый низ то есть это заметьте что это другой формы лепесток и лепесток номер два ось также одна бисерина и три дуги то есть лепесток большой и лепесток поменьше круглый верх круглый низ это в моем случае светлые из которых мы сейчас из бисера который мы сейчас плели они будут поменьше размером то есть те же которые на макушке используются и вот эти будут темные из темного бисера как раз те которые вот большие крупные вот эти вот фиолетового цвета лепестки и по количеству светлана рекомендуют плести либо 42 либо 48 лепестков и вы можете как раз посмотреть я сейчас вам покажу сколько лепестков в моих лепинах обратите внимание немножко отвлечемся вот в этой ветке лепина у меня было сплетено по 48 лепестков то есть соответственно вот 48 розовых и 48 сиреневых вот эта кисть такая получается а в этом лепине у меня сплетено 42 но я его собирала еще чуть-чуть иначе все равно каждый раз немножко иначе собирается цветок невозможно полностью одинаково вот я положу сейчас рядышком посмотрите видна разница в размере так вот они полностью рядом лежат вот получается на где-то 2 см этот люпин выше чем вот этот вот по гармоничности даже не могу сказать какой мне нравится больше поскольку в природе люпины могут быть разные степени распуска разного размера мне кажется для букета уместно сплести и по 42 лепестка в какую-то кисть и по 48 меньше 42 на мой взгляд уже будет не очень хорошо да то есть это получается минус 1 ряд маловат может быть хотя в принципе тоже имеет место быть если у вас большой букет люпинов можно сделать и по разное количество фантазировать и посмотреть как будет интереснее ну а мы после небольшого этого лирического отступления плетем лепесточки которые мы только что обсудили у нас ось одна бисеринка вот светлый бисер немножко на светлом фоне сливается вот сейчас покажу все круглый вверх круглый низ давайте поближе к камере круглый вверх значит мы вот так вот верхнюю ось сгибаем под углом 90 градусов центральной оси лепесточки вот лепесточек сразу такой маленький такой кругленький кругленький вот вот такой лепесточек три оборота мы должны сделать полных аккуратненько делаем этот круглый листик круглый лепесточек вот в общем все стандартно так вот посмотрите круглый лепесток у нас получился дальше то же самое все как всегда обрезаем проволоку лишнее все обрезаем закрепляем и этому лепесточку точно так же надо придать форму как и всем предыдущим вот на проволоке сгибаем получается вот такой лепесточек обратите внимание другой формы по сравнению с вот этими остренькими смотрите как отличаются хотя количество дуг у этих лепестков абсолютно одинаковое но острый верх и круглый верх дает абсолютно разную форму и размер лепестка итак таких лепестков нам нужно сплести сорок две штуки или сорок восемь штук вот несколько лепестков которые я уже тоже подготовила так продолжим плетем лепесток темного цвета вот у меня есть прекрасная проволока практически в цвет бисера очень довольна этим и это большой лепесток который мы уже записали в нашу шпаргалку ось должна быть одна бисерина и тут мы должны сплести четыре дуги все то же самое эта проволока чуть-чуть пожестче хотя тоже 0,3 мм и вот на ней плести легче она точно так же податливая и хорошо сгибается но при этом форму держит чуть-чуть получше это как раз вот проволока из магазина мелодия бисера цветная очень ей довольна так бисер виден лучше на светлом фоне плетем не забываем поправлять ось чтоб получился круглый лепесток делаем четыре оборота и вот практически готов наш лепесточек замечательный он получается больше чем предыдущий ему точно так же должны будем сейчас придать форму и закрепить вот такой лепесток закрепляем мусь и придаем форму на кисточке вот давайте его сравним по размеру с лепестком который у нас поменьше вот они видите какая разница и придаем форму аккуратненько чтобы оси не расходились у вас потому что мы не прошиваем эти лепестки поэтому просто аккуратно придаем форму на кисточке прямо прижимая вот лепесток со всех сторон пальчиками он будет ровненький вот видите какой он аккуратно получается дуги не расползаются можно чуть-чуть его после такой сплющить их лепестков нужно сплести точно такое же количество то есть 42 или 48 как мы плели светлые лепестки сразу же после того вы сплели лепестки мы соединяем лепесточки делаем форму боба вот этого уже цветочка вот так вот мы располагаем верхний лепесток светленький у нас наверху вот темный внизу плотно ногтями прижимаем лепестки не оставляем никакого просвета и сразу же делаем скрутку вот мы собрали цветочек люпина вот у нас такой получился следующий этап это нам нужно сделать обмотку цветочков сейчас расскажу как и так чтобы не тратить наше с вами время на ненужные подробности я основную массу всех сплетенных лепестков уже согнула и сделала обмотку и все свои сплетенные лепестки разложила по отдельным мисочкам контейнером по всем видам которые нам понадобятся для сборки очень удобно при сборке будем просто брать из нужного контейнера и по порядку их приматывать но так как я должна показать и рассказать вам как же мы делаем обмотку вот мне осталось 4 подготовленных соцветия и сейчас сначала запишу а затем покажу как мы обматываем основание лепесточков обмотка 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 6 штук у нас без обмотки мы будем крепить плотненько плотненько к основанию лепесточков к стержню для сборки 12 штук у нас с обмоткой полсантиметра еще 12 штук с обмоткой 1 см и оставшиеся у нас 18 штук обмотка примерно 1,3-1,5 см все равно это на глаз делается приблизительно естественно я не меряю каждый лепесток и когда мы будем делать обмотку все равно хвостики у каждого лепестка получаются чуть разной длины так вот обратите внимание когда вы будете делать обмотку своих лепестков сначала выбирайте самые коротенькие вот эти места если вы оставляете не очень длинную проволоку я всегда стараюсь немножко сэкономить на этом поэтому сначала обматываете коротенькие а потом уже под конец вставляете самой длинной вот этой вот скруткой как раз для длинной обмотки некоторые обматывают флористической лентой я обматываю всегда только нитками иногда единственное для чего я использую флористическую ленту это если мне необходимо скрыть какие-то неровности на стволе сделать его более толстым ну крайне редко берем лепесточки для удобства я прижимаю кончик ниточки завожу его между двух лепестков таким образом я сразу его закрепляю и делаю обмотку мне нужно сделать обмотку в один сантиметр приблизительно все остальные размеры обмотки у меня уже сделаны ну вот так примерно придерживаю ниточку обрезаю и завязываю узелок вокруг стебелька затягиваю и полностью срезаю нитку вот у нас получился уже подготовленный цветочек покажу еще раз нитку помещаю между цветочков и делаю обмотку обрезаю и закрепляю нитку таким образом обматываем все наши цветочки так мы обмотали все цветочки нитками и именно сами цветы у нас полностью готовы для сборки соцветия люпины следующий этап нашего мастер-класса это плетение листья